Всем привет, друзья! С вами я, отец-одиночка Нюкем, наш бравый водитель такси и два моих ребёнка. Сегодня мы пока не в полном составе, поехали осматривать ход строительства нашего загородного дома. Вот, какой отличный! А остальные дети остались у меня в квартире. Так, дети, вылазим. Неплохо, неплохо. Кстати, смотрите, а? Какой пустырь. А помните, что тут было раньше? Огромный взорванный девятиэтажный дом. Ну ничего, на его месте тоже что-нибудь построим когда-нибудь. Ну давайте поглядим, что у вас тут получается. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, трёхэтажный, трёхэтажный. В стиле модерн, деревянный, как я и просил. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, надо бы залезть повыше и... Я не понял! Где мой дуб, а? А? Ты! Урод усатый! Чё ты делаешь, что ты ничего не понимаешь, что ли, а? Подожди, ну-ка не ругайся. Я ж тебе сказал дерево не трогать! Так... Да чё ты мне рассказываешь тут? Я чё тупой, что ли? Не могу гнилое дерево прочного отличить? Короче, заплатите мне компенсацию. Ой, блин, криворукие. Ладно, погнали, погнали, погнали. Так, так. Ну чё стоишь? Дувалом. Так, посмотрим, чё у нас тут сверху. О! Вот самое интересное. Ну, слушайте, мне кажется, балки довольно прочные, но... Слушай, эй! Эй-эй, усатый! Ты чё, действительно думаешь, что балки из фанеры, они выдержат трёхэтажный дом? Короче, чтобы заменили мне, пожалуйста, на цельные ствола дуба. Понятно? Либо на какие-нибудь железобетонные балки. Иначе всё, манибэк. Ну смотри, короче, ещё один косяк и всё. Всё, я возвращаю свои деньги. Так, кто тут звонит? Алё, Лиза? Чё случилось? Пожалуйста, приезжай быстрее домой. Чё-то стряслось? Так, чё-то она нас второ... Ладно. Так, всё, собираемся. Дети, собираемся, всё, в такси. Давай, заводи быстрее, там чё-то торопит нас Лиза. Всё, давай, завтра приеду, посмотрю. Офигеть, чё-то там стряслось, походу. Быстрее, все сели? Всё, газуй, газуй! Там какая-то паника дома. Осторожно, не сбей! Ёкал, у меня. Ну, ты молодец, хороший водитель, я бы сбил. Давай, 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 давай. Всё, тормози. Так, давай, до завтра. Чё там, чё случилось? Так, телефон наготови, если чё, вызывай ментов. Петя, понял? Офигеть, офигеть, офигеть. Так, четвёртая, нет, наша следующая. Шестая. Лиза, Лиза! Лиза, чё случилось? Лиза, ты где? Лиза! Лиза! Фух! Ты... Целая? Так, всё нормально? Я не понял, в чём прикол. А... Ты чё нас так пугаешь, а? Что случилось? Ты очень боишься темноты. Так, а где Стёпа? Где, блин, Стёпа? Ты чё, компьютер рубишься о сестре, что ли, забыл, что ли? Так, 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 так. Что? В детстве тебе говорили, что в темноте есть монстры? Ладно, Полина, Петя, идите помогите, там, чё-то какие-то траблы получается у Стёпы. Слушай, пойдём поговорим. Пойдём поговорим на кухню. Так, чтобы они слышали. Я тебя увёл, потому что дети иногда бывают глупые и могут посмеяться над чужими страхами. Страх темноты это серьёзная тема, но вообще-то, вообще-то, вообще-то все дети боятся темноты. Но чтобы вот так вот звонить в панике, чтобы я приехал, когда у тебя дома брат... Ну, да... Ну, ты же понимаешь, что это неправда? И когда меня наказывали, меня отводили в тёмный подвал. Что? Подождите, твои тупые родители запирали тебя в подвале? И один раз я даже что-то увидела. Или кого-то? Ё-моё. Если бы вас запирали на ночь в подвале, тёмном, без света, я думаю, вы бы тоже боялись темноты до усрачки. Не переживай, не переживай, всё хорошо. Так, сейчас светы включим, вот всё, включили свет. Во всём доме включили свет. Ты бы могла это и без нас сделать, почему ты не включила свет? Ой, ну попросил его брата. А, ну понятно, он в компьютер залипал. Давай, если хочешь, я твою кровать сегодня перетащу в свою комнату. Только на сегодня, да? Ну ладно, иди пока, перетаскивай. Это надо как-то решать, это и так оставить нельзя. Вот, отлично! А сминожик поможет тебе хорошо уснуть. Всё, давай, девочка моя, ложись, засыпай. Папа через часик подойдёт. Всё, молодец. Так, свет выключаю. Не боись, не боись, все здесь, всё хорошо. Дети, у нас проблема. У вашей сестры конкретная фобия темноты. Я считаю, что это надо решать. Какого монстра в туалете? Да это Рекс, когда бобов объестся. Ладно. Есть у меня одна идейка. Да, клин клином вышибает. Так говорил мой дед. Поэтому я считаю, что Лизу нужно как следует напугать. Тогда потом всё остальное, обычная темнота, ей уже будет совсем не страшно. Окей. Так, план такой. Так, так, так. Вырубаем везде свет. Везде вырубаем свет. Она, по идее, уже заснула. Только тихо, тихо. Вырубаем свет. Всё, все вырубили. Так, все заходим в туалет. Сейчас вы начинаете шуметь, греметь, бьёте по унитазу и зовёте её. Лиза. Лиза. Так, Рекс, ты не гавкаешь, ты завываешь. Хорошо так. Понял? А я буду прятаться около входной двери. И как только она подойдёт к двери туалета, я выпрыгиваю на неё из-за спины. Окей? А потом, типа, вы открываете и начинаете её успокаивать. Давайте, начинаем. Лиза. Лиза. Ну-ка. Лиза. Лиза. Так, всё, тихо, 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 тихо. Очень страшно, да? Вот так вот, видишь? А нифига не страшно. Это папка был. Видишь? Лиза, Лиза, ты чего? Лиза, блин. Йоколомонет. Блин, э-э. Ребята, Лиза, всё хорошо. Всё хорошо. Мы здесь. Блин, дурацкая была шутка. Ну, реально, или помочь себе? Ребята, походу, что-то пошло не так. Всё, спокойно ночи. Ой, блин, Лиза. Капец. Ну, чего не спишь? Всё, давай. Давай, ложимся в кроватку. Всё, папа больше так шутить не будет. Папа так больше шутить не будет. Всё, выключаем свет. И спать. Ой. Что? Ну, чего за крики? Блин, ладно. Я накосячил. Будет теперь спать с подушкой на голове. Или... А, ладно, Рекс. Будешь сегодня спать здесь, я пойду на кухню. Не могу я присвить и спать. Вот прям здесь на коврике. Ну, чё ж, блин, нюкем. Вот сам напортачивайся, сам теперь и расклёбывай. Что? Что? Стой. Везде? Блин, Лиза, ну... Ну, мы-то не можем так спать. Ай, ладно. Всё. Всё, вещь включил. Всё, довольна? Всё, и дверь закрывать не буду. Хорошо? Всё, окей. В туалете-то, я думаю, не будет ко мне приставать. Сейчас коврик постелю. Ай, блин. Ой, моя башка. Ой, блин, спина. Кто там барабанит? Что? Всё? Утро, что ли? Блин, как же хреново в туалете спать. Блин, да всё, всё, вперёд. Только коврик подожди, уберу. Пипец, ребята. Не спите в туалете никогда. Ну что, Лиза, выспалась? Что? Я там спал. Нет, я там спал. Блин. Да ёкало мне, блин. Надо на кухню тоже дверь поставить. Да, ребята. Я думаю, всё-таки надо как-то по-другому Лиза вмогать. Слушайте, а может нам погуглить, а? Как-нибудь по-научному избавиться от этой фобии? А, ты уже? И что надо делать? Что пишут? Нужно не выключать, не включать свет, а включать какой-то маленький светильник. Или ночник. И читать добрые сказки? Отлично! Ребята, вот, оказывается, всё просто. Короче, прежде чем решать какую-то проблему, пожалуйста, лучше для начала загуглите. Ой, Рексик, прости, пожалуйста. Ребята, так, всё, идём на улицу. Мы сейчас поедем в магазин покупать светильник, ну, точнее, ночник, книжку добрых сказок и вкусняшки Рексу. А с вами... Закрывай. А с вами была весёлая семейка Нюкема, также замечательный пёсик Рекс, и, разумеется, я, отец-одиночка, Нюкем, собственный присорный. Мы ждём ваши лайки, добрые комментарии, советы и, разумеется, нажатые кнопочки подписаться, чтобы они были серые, хорошо? Всё, спасибо, всего вам хорошего, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok